Последняя встреча, последняя возможность с вами поговорить. И я не знал, с чего начать. Хотел рассказать вам несколько историй. Ко мне подходили люди и задавали вопросы о том, что я вот рассказываю об этих Уиланд и Шорт. Они внесли смуту, внесли некоторые сомнения. В некоторых местах даже церковь была разделена из-за того, что люди читали и слушали то, о чем они говорили. Дело в том, что эти братья требовали корпоративного покаяния. Церковь должна покаяться. Вы слышали такие предложения? Церковь должна покаяться. Я помню, когда я был молодой человек, вернулся из армии, со службы. Мне очень хотелось читать, очень хотелось чего-то нового. Я помню, захожу однажды в отцу комнату, а тогда уже можно было получать литературу, это было начало 90-х, у него стояла целая стопочка книг. И меня Дух Господен побудил вытянуть одну из них. Я не видел даже заглавия. Вот часто наугад вытянул книжечку, мне понравилась обложка, наверное. Я посмотрел на заглавие, и заглавие звучало так. «Пробуждение начинается с меня». Многие, возможно, читали эту книгу. Но сам принцип пробуждения начинается не с того, что церковь... Кто такая церковь? Это мы люди, каждый человек. Церковь не может корпоративно принять благодать. Благодать принимается кем? Лично, каждым человеком. Я сейчас вспоминаю слова Дитриха Банхофера. Многие слышали о нем, лютерианский пастор, который отдал свою жизнь за то, во что он верил. Ему было 39 лет, когда его казнили. И он сказал так. «Если Христос кого-то призывает, он говорит, приди и умри». Задумайтесь за эти слова. Он выступал против дешевой благодати. Если мы действительно получаем благодать Иисуса Христа в свою жизнь, мы должны умереть для своих желаний. Мы должны умереть для своих целей, для своих интересов. Мы живем Иисусом. И поэтому сегодня, когда мы будем говорить о практических аспектах благодати, я хочу начать именно с этой цитаты Банхофера. «Получая благодать, мы должны умереть для себя, чтобы когда мы говорим, не я живу, но живет во мне Христос, это было действительно правдой». Я начну с этой цитаты. Я ее поднимал уже вчера. В «Желании апостолов», все вы знаете эту книжечку, да? Такие слова. Апостол Павел учил, что религия – это реальная спасающая энергия. Я перечеркнул слово «сила», потому что в наших традиционных переводах там стоит «сила». Но на английском это звучит так – «practical saving energy». То есть практическая спасающая энергия. Божественный принцип – личный опыт возрождения под влиянием преобразующей благодати Божией. Вдумайтесь тоже в смысл этих слов. Если нас Бог спасает, то Он нас и преобразует. Благодать имеет преобразующую силу, имеет преобразующую энергию. Благодать Божия, только благодать Божия может изменить нас. Мы по своей воле не способны сами себя изменить. Я обращаюсь сейчас к одному из писем Павла. Письмо к Колоссянам, 1 глава, 29 стих. Павел представляет себя как соработник. Мы можем сказать сотрудник. Он тот, кто работает вместе с Богом. Это тоже важный момент. Многие люди фокусируются на «Бог работает вне». А Павел говорит, я сотрудничаю, работаю вместе с Богом. И вот традициональный перевод, синодальный русский перевод, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою его, действующей во мне. Вы знаете эти слова, да? Могущественно. Есть другой перевод, например. Перевод синодального уже на русский, еврейский вариант Нового Завета. И этот перевод звучит так. Для этого я усердно тружусь, направляя на это все свои силы. Я подчеркнул, видите, насколько разница в переводах? Силою Божией, а здесь я направляю какие? Свои силы. Да, я сотрудничаю с Богом, который Он во мне столь могущественно пробуждает. То есть Бог пробуждает во мне свои силы. Я не знаю, нравится ли вам этот перевод. Вот перевод Кулакова. «Для того и тружусь, и борюсь я движимой силой Христовой, что могущественно действует во мне». Эти все переводы игнорируют именно слово «энергия». Самый верный перевод, дословный перевод звучит так. «Для того я тружусь, стараюсь по Его энергии, которая энергирует, заряжает меня мощно». Вы видите разницу в этих словах? Божья сила толкает меня, Божья сила или же Бог наполняет меня энергией, и эта энергия потом действует во мне. Вот что пишет Елена Вайт в книге «Желание веков». «Все, кто посвятил душу, тело и дух Богу, будут постоянно получать физическую и духовную поддержку». Да, она не употребляет слово «энергия», но вы видите, вот именно поддержка какая? И физическая, и духовная. Они будут приобщаться к неисчерпаемым сокровищам неба. Христос наделяет их Духом Святым. Обратите внимание, каждый раз, когда идет речь об энергии Бога, всегда она упоминала работу Духа Святого в нас. Невозможно разделить Божью энергию и Духа Святого присутствие в нас, друзья. Запомните это, это очень важный факт. Книга «Желание веков» снова же на той же странице. Она говорит, «Святой Дух во всей полноте воздействует». Это принятый традиционный перевод. Если переводить правильно с английского, говорит, «Святой Дух направляет свою высшую энергию для работы в сердце и разуме». Запомните страницу. Все вот эти цитаты я буду читать именно с одной и той же страницы. Это не то, что где-то вне контекста, из разных, это на одной странице. «Благодать Божья умножает их способности, и всякое совершенство божественского естества помогает им спасать души людей. Сотрудничая со Христом, они достигают совершенства в Нем. И несмотря на свою человеческую слабость, исполняют дела всемогущества». Обратите внимание, друзья, снова же, когда энергия Божья присутствует в нас, наша слабость не является ограничением. Апостол Павел говорил, что «Благодать, Господь говорит, моя для тебя». Апостол Павел говорит, «Потому в моей немощи я испытываю силу Божию». И вот это сотрудничество со Христом приводит к совершенству. Не наше старание стать совершенным, а когда мы сотрудничаем со Христом, делая то, что Он побуждает в нас, тогда это приводит именно к совершенству нашей жизни. Я верну снова же вот эти слова для повтора. На английском оно звучит так. «The Holy Spirit puts forth its highest energies to work in heart and mind». Поэтому я даю ударение на то, что вот именно Дух Святой дает энергию в нашу жизнь. И Дух Святой во всей полноте энергирует наш разум и сердце. И вот таким образом благодать Божья умножает наши способности. Таким образом благодать Божья трудится в нас. Давайте откроем снова же Библию, Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Бог энергирует в вас и желание, и энергию, чтобы исполнить свое благоволение». Вы открываете свои Библии, хотите сравнить, посмотреть, как написано в оригинальном синодальном переводе, я выставляю на экран именно те переводы, которые отражают уже слово «энергию», которую раньше игнорировали. То есть Бог энергирует в вас и желание, и не просто действие, а энергию, чтобы исполнить свое благоволение. Для апостола Павла в этом выражалась благодать. И Елена Вайт пишет в ответ на это. «Искренний христианин в своем принятии благодати чувствует, что его успех всецело зависит от Христа, кто есть источником божественной энергии». Христианин никогда не будет себе брать кредит, что «я вот успешный и достойный». Он будет понимать, что весь успех в руках кого? В руках Иисуса. Вы знаете понятие синергии, да? Я помню, когда объясняли это на физике, это невозможно было объяснить просто физическими принципами. Если одна лошадь может тянуть две тонны, и вторая две тонны, то вместе они должны тянуть как бы четыре, они вместе тянут восемь тонн. Как это объяснить физикой? Математика невозможна. Математика невозможна. То есть происходит умножение энергии, не просто добавление, а умножение энергии. И об этом, когда мы понимаем это, если мы полностью подчиняемся благодати Божией и принимаем Его энергию в нашу жизнь, тогда умножается результат этой энергии. Я хочу привести вам, например, другой стих, который вы часто употребляете. Это находится в послании Иакова. Стих, который много цитирует, но цитирует по-другому. «Много может усиленная молитва праведного». Вы слышали это, да? И ударение ставится на что? На силу праведника. Если брат праведный, если брат силен в молитве, то та молитва что? Сильна. А если читать именно в оригинале, с греческого, говорит, молитва праведника сильна в каком случае? Если она наполнена энергией. О чем это говорит? Если жизнь этого человека наполнена Духом Святым, если в этом человеке уже есть и движет им энергия Духа Святого, любви Божией, только тогда эта молитва действительно будет эффективной. Вы видите разницу в этом? Ударение ставится не на мою праведность, не на мои усилия, а на то, есть ли во мне Дух Святой. И мне кажется, это такой момент, который каждый человек должен знать, и это невозможно поделать. Есть пасторы, которые копируют других служителей проповеди и даже в театральности могут повторить популярного проповедника. Но это есть вот это прикидывание, фейкинг. Если мы знаем, что мы действительно имеем Духа Святого, и Дух Святой работает в нас, то тогда мы не можем бояться и не будем бояться молиться от других. Вот что пишет Елена Вайт. Религия Христа откроется в тех, кто обладает ею как живительный всепроникающий принцип. Живая, работащая духовная энергия. Это видно и чувствуется. Мне нравится эта цитата. Почему? Потому что, если в ком-то есть энергия Духа Святого, если в ком-то есть действительно присутствие Духа Святого, то это видно. Другие люди это тоже что? Ощущают. Задумайтесь над этим. Сейчас, мне кажется, я приводил статистику, поднимается вопрос, почему многие ушли из церкви. С 2020 года около 40 миллионов не вернулись в церкви по Северной Америке. И когда смотрят на причины, одна из главных причин – переезды. Много людей мигрировали. Вторая причина, почему особенно молодежь уходит из дому – разлад в семье. Они видят то, что проповедуется, на деле не воплощается в семье. И когда начали спрашивать детей, именно что, подростков, что именно, на пять категорий разбито. Одна из категорий очень такая больная, болезненная. Только 2% родителей умеют извиняться и сказать «I'm sorry». Without but. Без всяких там экскюзов. А вторая категория, которая очень важна, это недостаток плодов Духа Святого в семье. Вы знаете, что является плодом Духа, да? Любовь, которая есть прежде всего радость, мир, долготерпение. Если вы видите человека, в котором проявляются эти качества, вам не надо доказывать, что в нем есть Дух Святой, что в нем уже движет энергия Божья. Те, кто обладает этим, раскрывают свежесть, силу и радость вечной юности и на характере остается божественный отпечаток. Сильные слова, да? Давайте еще обратим внимание на этот перевод. Ефесянам 1 глава, 19 стих. «Превосходное величие могущества или силы» греческое слово «дунамис» «его к нам, верующим согласно по энергии его властной крепости». Здесь немножко по-другому я поставлю, потому что слово «хубербалан» «превосходное величие силы» можно передать по-другому. Сила, которая приходит сверху, соответствующая Божьей энергии, доступна для нас по вере. По вере мы просим Божия силой Твоей действуй в моей жизни. И дальше апостол Павел говорит, «Этой же силой, энергией, этим же величием он энергировал во Христе, воскресив его из мертвых». Мы знаем, что Бог воскресил его из мертвых Духом Своим, Духом Святым. Но слова, которые потребляет апостол Павел и Ефесянам, именно слова энергии. Поэтому, друзья, никогда не допустите ошибки разделения энергии и Духа Святого. Бог проявляет свою энергию в нашей жизни посредством Духа. И вот эта энергия, она действует на все, на процесс и на результаты, когда я вам говорил. Помните? Человек-грешник, над ним работает Дух Святой. Процесс обращения грешника, процесс покаяния не разделен от Духа Святого. Человек не может покаяться, если над ним не работает Дух Святой. Вы понимаете это? Дух Святой ведет грешника к покаянию. Когда происходит крещение, этот символ снова же приглашает Духа Святого в жизнь, чтобы новый человек родился, чтобы человек получил дары Духа. Мы получаем дары Духа когда? Во время крещения, когда мы говорим, Боже, да, я согласен следовать за Тобой, мы получаем дары Духа. Это спорный вопрос, я знаю, многие говорят, есть же одаренные, есть разница между натуральными талантами и дарами Духа. Я часто привожу этот пример, у вас в Америке есть свое America's God Talent, да? В Канаде есть свое, по всему миру есть эти программы. Много людей имеют таланты, но эти таланты не есть дары Духа. Дары Духа получаются тогда, когда мы отдаемся Богу, когда Дух Святой нисходит на нас и мы получаем дар Духа. И получая дары Духа, мы становимся духовными людьми. Я понимаю, что я проведую среди славян и у нас внимание, тишина это главное выражение эмоций. Какие вы люди? Плотские, душевные или духовные? Обратите внимание, недостаточно быть душевным. 1 Кринфен 2 глава, где говорит человек душевный не понимает духовного. Интересно, что в английском человек душевный не переводится, потому что в английском языке нет такого слова. В английском не существует душевного человека. Нет понятия такого soulish man. Такого нет. Psychic anthropos по-гречески на английский знаете, как переводится? Человек без духа. Man without spirit. Или же natural man, природный человек, человек, который живет по природе. То есть слово душа даже в переводах не употребляется. Почему я ставлю на ударение, друзья? Потому что если мы обращены духом святым, и мы повернулись к Господу, и мы получаем духовные дары, и Бог в нас духом святым вливает любовь в сердца наши, мы становимся какими людьми? Духовными людьми. и мы должны жить духом, жить как духовные люди. Я желаю сегодня, чтобы каждый из вас был человеком духовным, потому что о плотском речь должна даже не идти. Плотской должен умереть для Христа. Но мы не должны оставаться даже душевными или нормальными, натуральными, природными, а стремиться быть духовными. Это возможно только по энергии Духа Святого в нас, друзья. Апостол Павел пишет Ефесянам, «Я сделался служителем Божьей по дару благодати Божией, данной мне не действием, а именно энергией Его силы». Я цитирую эти стихи, чтобы вы поняли и убедились, насколько в писаниях апостола Павла Божья энергия и Дух Святой нераздельный. Друзья, каждый энергетический процесс основан на благодати. Мы начали в пятницу вечером с того, что такое благодать. Если мы получаем благодать, это намного больше, чем прощение по милости. Жить по благодати – это быть энергированным Духом Святым. благодать Божья заряжает нас энергией Духа Святого для того, чтобы мы жили как духовные люди. Поэтому апостол Павел говорит такое. Обратите внимание, Римлянам 5,17. «Благодать – это дар праведности». Как мы становимся праведными? по благодати. Получая благодать, мы получаем дар праведности. Друзья, если вы получили благодать, если вы получили Духа Святого, если в вас, в ваших сердцах действует любовь Божия, если вы являетесь духовными людьми, вы не можете жить иначе, но быть послушными воле Божьей. Все желание, которое у вас будет, это жить для славы Божьей. И вот это делает нас праведными перед Богом. Давайте откроем сейчас 1 Коринфянам 12 глава. И мы знаем эти стихи, но я не знаю, обращали ли мы внимание на такое чтение. Дары различны, но Дух один и тот же, 4 стих, и служения различны, и Господь один и тот же, и действия различны. И вот это слово действия в клетчевском языке, энергомата, результат наполнения энергии. то есть, посмотрите на вот эту диаграмму. В 4 стихе Дух дает нам дары, харизмату. В 5 стихе Господь Иисус дает нам служение, диаконию. А в 6 Бог дает нам энергию, заряжает нас энергией, и в нас проявляются результаты Духа, плоды Духа. Вот этот стих, действия различные, это не просто что мы делаем, это выражение наполнения нас энергией Божьей. В этой же главе, в 10 стихе апостол говорит так, тем же Духом эффект Божьей энергии и силы, вот это энергомата, наполняет нас. Вы привыкли к другому чтению. Один и тот же Дух, который заряжает энергией нас, распределяет каждому, как Он определит. Друзья, задумайтесь над этими словами. Если мы находимся в Божьем присутствии, если Бог присутствует в нас, если мы получаем дары Духа, наполняемся Его энергией, то мы тогда будем едины, потому что в нас один Дух, Божий Дух. Тогда мы сможем делать то, к чему приводит нас Господь. Я снова же возвращаюсь к цитатам из Елены Вайт. Она пишет, мы должны испить более глубокие глотки из колодца спасения. Как мы можем войти в дух учения Христа, если мы не являемся причастниками божественного естества. Нам нужна энергия Святого Духа, чтобы сопровождать наши усилия. Друзья, обратите внимание, что она говорит, так как и апостол Пол. Мы не являемся работниками для Бога, мы являемся соработниками с Богом. Если мы получаем Божью энергию, тогда сила Духа Святого, энергия Духа Святого сопровождает наши усилия. Обновляющая сила Святого Духа дает им и дает нам сегодня практическую спасающую энергию. Только при воздействии и присутствии Святого Духа мы можем жить и делать то, что угодно Господу. Возвращаюсь снова к посланию к Ефесянам. 4 глава 16 стих говорит об Иисусе и Церкви, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, по энергии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, Церковь будет расти только при одном условии. Не потому, что иммиграция происходит и люди приезжают, а если энергия Божья в нас, то она тогда даст рост. Если верующие живут в согласии и единстве, то тогда сам Господь будет прибавлять рост Церкви. Вы помните, что происходило в первые десятилетия христианской Церкви? Заботились ли они о том, чтобы давайте какую-то стратегию создадим? Они пребывали в единстве и Бог прибавлял рост Церкви. Это очень было просто, потому что они все были руководимы Духом Святым. Апостол Павел пишет эти слова к филиппийцам, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, той энергией, которой он способен покорить все себе. Я когда читаю этот стих, меня покоряет то, что та энергия, которая действует сейчас, это энергия вечности, потому что Дух Святой вечен. Он был, Он есть и Он будет. И та энергия, которой Он сейчас хочет сотрудничать с нами, та же энергия будет продолжать работать в вечности, друзья. Та энергия, которая будет продолжать свое действие после возвращения Иисуса Христа, когда Он преобразит нас искупленных. Вчера у нас был разговор за столом, обед был очень вкусным, и мы все любим покушать, правда? И зашел разговор о том, как мы будем кушать на небе. Я привел интересный стих. Обращали ли вы внимание на то, что апостол Павел, когда говорит о воскресении, он говорит о том, что когда мы воскресим, Бог нам даст духовное тело, spiritual body. Как это понимать, я не знаю. Что имеет ввиду апостола Павел, я не понимаю. Но вот это преобразование, которое произойдет, оно начинается даже сегодня. И он начинается с того, что мы разрешаем энергии Духа Святого пребывать в нас. Я хочу, чтобы вы открыли стих послания к евреям. Это один из моих любимых стихов еще с детства, с молодости. Я помню, как я раздражал некоторых просвитеров церкви, задавая вот этот вопрос. Ибо Слово Божие живо и действенно. Вы знаете, да? Острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа. Я задавал вопрос, в чем разница между душой и духом? И вы знаете, сейчас мне это легко ответить, а в то время были такие собратья, которые не могли дать ответа, разницу между душой и духом. Но я сейчас не буду отвлекаться. Я хочу внимание обратить на вот это Слово Божие живо, традиционный перевод говорит действенно. То есть Слово Божие действует в нас. А если вникать именно в греческий, то Слово Божие не просто живо, оно заряжает энергией, друзья. Оно наполняет энергией. Слово употребленное там говорит в том, что когда Слово Божие в нас пребывает, оно нас заряжает энергией. Я не знаю, пережили ли вы на практике, что читая Слово Божие, у вас пропадает депрессия, у вас пропадают тупики в жизни, и Слово Божие начинает вас заряжать чем-то новым, что доселе не было, друзья. Бог есть Слово, Иисус есть Слово, и вот это Слово, оно всегда живо, оно не просто действует, но оно наделяет нас энергией. Если Бог и Его Слово, и Его Дух присутствуют в нашей жизни, оно наполняет нас энергией. Слово Божие, которое энергирует вас, верующих. Апостол Павел пишет это в послании первым филосилоникийцам 2.13. Друзья, когда мы читаем Слово Божие, оно действительно энергирует нас. Я вам дам такой пример. В английских церквях важная часть богослужения это чтение Слова Божия. Не просто проповедь, не просто пение, а именно чтение Слова Божия. И это очень важно. Перед каждой проповедью читается Слово Божие. И это не просто стишок или два стишка заполнения, это не просто традиция. Это важный момент, когда народ Божий слышит Слово Божие. Я когда смотрел программы сейчас по Ютьюбу, вы можете любую церковь посмотреть из еврейских синагог, мне было так приятно видеть, когда семья выходит читать Тору, выходит не один человек, а выходит вся семья и становится сзади человека, который читает слова Торы. Это насколько важно. Год назад мне пришлось проводить похороны священнослужителю, пастору церкви, который эмигрировал из Индии. Он был методистом и пенсионер, и приехавший в Канаду, он не присоединился ни к одной методистской церкви, но у него родственники были адвентисты, и он к нам в церковь ходил. И когда он умер, мне было поручено проведить его похороны. Я встретился с его детьми, и его дочка приехала, и она сказала, у нас в нашей традиции на похоронах читается три Слова Божьего, не просто одно scripture reading, а три. Одно из пророков, одно из псалмов, и одно из Евангелия. И для меня это было что-то новое, но для меня это было очень приятно, потому что Слово Божье читалось не просто раз, а три раза в служении. Я недавно сказал одному из своих коллег, если у тебя не готова проповедь, открой Библию, прочитай главу из Библии, проразмышляй об этом, это будет самая лучшая проповедь, вместо того, чтобы кого-то где-то копировать. Друзья, если мы серьезно слышим это, то если Слово Божие присутствует у нас на служении, в ушах, в нашем личном чтении, оно будет энергировать нас для жизни. Слово Бога энергирует и энергируется в тех, кто верует. Я на этом стою и не могу иначе, как говорил Лютер. Читая и понимая Библию, я хочу пригласить всех, задумайтесь, насколько важно Слово Божие. Смотрите, что пишет Елена Уайт, рождение свыше есть результатом принятия Христа как Слово Божие. Когда Божественные истины запечатляются в сердце Духом Святым, у человека появляются новые понятия и дремлющие энергии души пробуждаются для активного сотрудничества с Богом. Друзья, Слово Божие, проникая в нашу жизнь, в наш разум, в наше сердце, оно имеет такую силу, что оно пробуждает то, что доселе было спящим. Это очень важно для нас понять. И она пишет такое желание для всей молодежи. Сегодня здесь несколько молодых присутствует. Пусть молодежь нашего времени взрослеет с чем в руках? С айпадами, правда? Если Библия на айпаде, да и аминь. Но не игры всякие. Взрослеет с Библией в руках, получает и передает другим ее животворящую энергию. Друзья, я цитирую просто труды Елены Вайт и переводы Библии, которые передают вот это слово энергия, которое было спрятано переводами столетия. И что меня поражает, что она понимала это, не зная греческого языка? Эта животворящая энергия способна исцелять и утешать. И когда мы до конца уже не сможем постичь которую. Я вам приводил пример о своем сыне. Может кто-то забыл, я еще повторю. Мой третий сын Данила очень большой. Вы видели фотографии, он сейчас стоит на голову выше меня. Он родился большим мальчиком, он был 11 фунтов при рождении. И когда его мама держит на фотографии, его маленькое личко, новорожденного ребенка, похоже на мамина, он настолько был большой. И вот он уже в возрасте 11-12 лет стоял такой, как я, и в школе его преподавательница, учительница была очень низенькая. И он ей создавал много проблем. Он купил специальную книжку на Амазоне «How to annoy your teacher». И он ее прочитал, и он приходил в школу каждый день, чтобы создавать проблемы. И не слушался меня. учительница имела много с ним проблем. Мне пришлось купить селфон его старшему братику, который был только в седьмом классе, что если Данила начинает не в ту сторону развивать события в классе, чтобы Миша мне сразу звонил, потому что с ним никто не мог справиться. И он пришел как-то ко мне в офис со слезами на глазах. говорит, папа, я хочу измениться, но не знаю как. Я был занят, потому что я тогда работал над своей докторской. Я мог сказать, погоди, у меня нет времени, но его просьба, его вот такая боль в волосе побудила меня остановиться. Я снял с полочки Библию, новенькую Библию, мне только подарили. Я дал ему Библию, сказал, сын, прочитай вот эту книгу, от корочки до корочки. Я тебя изменить не могу, но если ты прочитаешь эту книгу, Бог тебя изменит. И он взял это настолько всерьез, что он сел читать Библию. пастор пастор Валерий Петрович помнит, он привез как-то Марка на лагерное собрание Pathfinder 10 лет назад, и там все дети бегают, все что-то делают, а мой Данила чем занимался? Сидит в палатке и читает Библию. И у него это был такой принцип лет года 3-4. Если у него в голове появляется идея делать что-то не то, он просто садился, открывал Библию и читал Библию. Это изменило полностью его жизнь. Я вижу насколько вот эти обещания, что Слово Божие имеет энергию, которая преобразит нас. Оно реально, оно действительно. У вас могут быть свои опыты, если вы поможете возможно своим детям, если они не хотят читать, садитесь и читайте вместе с ними. Читайте Слово Божие, потому что оно преобразит и изменит их навсегда. Давайте откроем другой стих. 1 Коринфянам 16 глава 9 стих. «Для меня открыта великая и наполненная энергией дверь», говорит апостол Павел. Традиционный перевод говорит, «Ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много». Никакой там широкой двери нет. Идет речь наполненная энергией дверь. И это интересный принцип. Иногда, когда мы встречаем сопротивление в жизни, Бог нам показывает, вот дверь, я открываю тебе дверь, ты должен идти. Апостол Павел описывает, что он понимает, что много противников противников. И у нас может появиться страх, и мы можем пойти в обход этой двери. Мы можем остановиться сказать, «Боже, я боюсь в эту дверь входить. Боже, я вернусь и пойду в другую сторону». А слово, которое там употреблено, очень интересно. Говорит, эта дверь, обратите внимание, наполнена энергией. Только если мы войдем в эту дверь, нас еще более наполнит энергией. Я нахожу это настолько интересным, потому что Елена Вайт пишет вот эти слова. «Когда весь Божий наталкивается на сопротивление, Господь придает ей дополнительную силу, чтобы влияние ее было еще более мощным. Укрепленная божественной энергией, она продолжит путь через самые непреодолимые препятствия и восторжествует». Друзья, иногда если у нас есть сложности, только видя двери, которые Бог открывает и веря в то, что Божья энергия и его присутствие находится там, и мы движемся вперед с ними, только тогда мы наполняемся энергией. Апостол Павел пишет Филимону, молюсь о том, чтобы общение веру было наполнено энергией, благодаря признанию всего хорошего, что есть в вас в Иисусе. Я сейчас поставлю русские слова здесь. Община веры наполнялась энергией, благодаря признанию всего хорошего, что есть в вас в Иисусе. Давайте распакуем вот этот стих на немножко. Когда вы приходите в церковь, что вы ожидаете от друг друга? общения веры, а еще чего? Признанию всего хорошего, что есть в вас в Иисусе. Друзья, представьте, когда собираются верующие, и они обращают внимание на все хорошее, которое есть у брата или у сестры. Вы можете представить это на минутку? не обжевывают все недостатки и все проблемы, а обращают внимание на все прекрасное, на все доброе, на все хорошее, которое есть в друг друге. Апостол Павел говорит, если мы занимаемся этим, то какая наша община становится? Она наполняется энергией, друзья. Это простой такой принцип. Иногда это теряется в переводах. Я когда обращаю внимание именно на оригинал, это настолько звучит обнадеживающе, что мне хотелось бы, чтобы каждая церковь, каждая община, собираясь вместе, фокусировалась на одном. Замечать все доброе, все хорошее в друг друге. И тогда это наполнит всю общину Божьей энергией. Друзья, церковь это храм или община? У нас вчера тоже диспут был. Для некоторых это храм, это здание. Или мы понимаем, что церковь это община, собрание народа, койно ния. И когда мы понимаем это, то церковь наполняется энергией, это не значит здание, а собрание народа, которое дышит одним духом, в которых один дух Господен, в которых есть единство веры, они наполняются энергией Божьей. Вот как пишет Элена Вайт о первых христианах, Тавифа, вы прекрасно знаете ее, да? Она помогала всем, оказывала церкви неоценимую помощь, и Бог удостоил ее возвращения из могильного плена, чтобы она еще послужила людям своим опытом и чем? энергией. Если среди вас есть люди, от которых исходит вот эта позитивная, добрая, хорошая энергия, то в случае Тавифа, даже когда умерла, Бог ее возвратил, потому что эта энергия нужна была общине, нужна была людям. Христос представлен Святым Духом, и если этим Духом не пренебрегают, если те, кто ведом этим Духом, передают другим энергию, которой наделены сами друзья. Мы уже эту цитату употребляли раньше, помните, говорили о том, что нельзя пренебрегать, но здесь я хочу обратить внимание на то, что энергии, которой вы наделены, вы должны что делать? Передавать другим, то посредством этого затрагивается невидимая струна, заряжающая все целое. И я люблю эту метафору, потому что струна, она настраивается на определенный звук. На тяжкой струны мы делаем что? Настраиваем ее на определенную частоту. И здесь эта же метафора употребляется. Если мы наполнены божественной энергией, то тогда братья и сестры, которые получают эту же энергию, будут резонировать, происходит резонанс, происходит аккорд, мы звучим вместе. Я уже использовал это слово «attitude» – это настроение духа. Как ваш дух настроен? На добро или на зло? Потому что есть другой дух в этом мире, и этот дух тоже имеет свою энергию. И вот что пишет книга «Великая борьба». присутствие Христа было удалено. Сатана тоже творит чудеса, чтобы поддержать свои заявления. Он делает слабых сильными и вдохновляет всех своим духом и энергией. Друзья, до сих пор мы говорили о энергии Духа Святого, энергии Божьей. Но, друзья, если мы открываем Библию, существует другой дух, который имеет другую энергию. И это пишет и апостол Павел. Он пишет о том, чей приход в соответствии с энергией сатаны со всей ложной силой и ложными знамениями и ложными чудесами будет проявляться. Знаете, в чем выражается энергия сатаны? В обмане. С самого начала чем работал сатана? Обманом, ложью. Бог пошлет им энергию, которая приведет к ошибкам, заблуждениям, чтобы они поверили лжи. Друзья, сатана действует энергией обмана, лжи. И поэтому мы, как христиане, должны очень быть на страже, чтобы не допускать обмана, особенно в семье. Не существует маленькой лжи. Иисус в послании Иоанна 10 главе говорил, ваш отец кто? Сатана. Почему? Потому что он лжец. Все, кто лгут, самая маленькая ложь является энергией кого? Сатаны. Я встречаю много семей, где мама говорит, давай скроем это от папы, не надо, чтобы папа знал. Бывало такое? Секретики, маленькие секретики. Кстати, Елена Вайт говорит так, секреты это оружие сатаны. Если мы прячем что-то, оно рано или поздно будет перекручено и использовано против нас. Если мы живем, ничего не скрывай. Есть люди, которые верят в то, что с прививкой им уже вкололи какой-то там чипик, который их слушает. Есть люди, которые готовы голову в фольгу замотать. Есть люди, которые действительно телефон заворачивают в фольгу и нас прослушивают. Ну и что, что нас прослушивают? Говорите о добром, говорите о Христе. Пускай все, что они слышат от вас будет свидетельством о Божьей любви, энергии, силе, работе Духа Святого. Какие у вас секреты могут быть, что вы боитесь, что вас прослушивают? Да, сегодня всех все прослушивают. Вы сказали что-то, включайте телевизор, а там вам реклама действительно о том, что вы только что сказали. Мы живем совершенно в другом мире. Сегодня даже ваша машина вас слушает. Но если мы живем без лжи, без секретов, без обманов, нам нечего бояться. Но вот эта энергия существует и она реальна, друзья. Обратите внимание, что пишет Великая борьба. По мере того, как время приближается к концу, сатана работает с удвоенной и утроенной энергией. Он незаметно расставляет свои сети, чтобы овладеть нашим разумом. Любым путем он старается затмить перед взором человека славу Божию. Друзья, помните, мы говорили о том, что слава Божия, благословение Божие и обещание Божие это проявление Божьей благодати и Божьей энергии. И вот сатана пытается затмить Божью энергию, Божью славу, Божьи благословения, Божью благодать своим обманам. апостол Павел пишет, некогда жили по обычаю этого мира, по воле князя господствующего в воздухе, духа, который ныне энергирует детей непослушания. Это очень тоже важный момент. Сатана заряжает своей энергией тех, кто не хочет быть послушным. Вы задумаетесь над этим. Если мы под благодатью Божией, то мы живем как? В послушании воли Божьей. А если кто-то кого-то заряжает энергией чего? Непослушание. Кто за этим стоит, друзья? Дьявол. Дух восстания хуже волшебства, говорит Библия об этом. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не допустить этого. Апостол Павел говорит, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные энергировали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Друзья, Елена Уайт это противоставит таким образом. Активная энергия спасителя и энергия разрушителя противоречат друг другу. Мы должны позадуматься, чья энергия действует в нас, чьей энергии зарешена наша семья, чьей энергией питаются наши ежедневные действия. Вы знаете, что такое пружина, да? В ней есть энергия в оба направления. Если ее сжать, то есть энергия, которая разожмет. Если ее растянуть, есть энергия, которая сжимает. То есть энергия существует, но она идет в разных направлениях, друзья. То же самое между энергией Божьей и энергией сатаны. Она пишет так, молодежь должна что-то делать со своей бьющей через край энергии. Если эти энергии не направить в правильное русло, друзья, одна и та же энергия, энергия, но все зависит, как она направлена. Молодежь будет использовать их таким образом, что это нанесет ущерб их собственной духовности и нанесет ущерб тем, с кем они общаются, друзья. Одна и та же энергия, если направлена по-другому или приведет к гордости, или даст действительно силу, или ведет к жадности, энергия пропитания может быть благословением всем. Не употребление Божьей энергии по назначению ведет к смертельным грехам. Друзья, энергия присутствует в нас, но если мы ее используем не по назначению от Бога, а по обману сатаны, то мы ведем все к разрушению. Но, друзья, если мы возвращаемся к Иисусу, то тогда Он помогает нам использовать энергию правильно. Господь Иисус даст помощь каждому, кто будет сотрудничать с божественными энергиями. Я даю ударение на множественное число. Обратите внимание, она говорит не об одной энергии, множественные что? Энергии. Для преодоления искушений дьявола. Они должны это сделать, иначе они никогда не будут править на обновленной земле. Святой Дух постоянно излучают божественные энергии. Обратите внимание, множественное число. Друзья, мы можем взять энергию красоты и использовать ее для зла. Вы знаете, как это действуется в мире. Но мы можем взять эту же энергию красоты и служить Богу в красоте истины. Но если Дух Святой присутствует в нашей жизни, то эта энергия разрушит чары одержимости, которые сатанинские силы придумали, чтобы обмануть и погубить человека. Друзья, только крест Христов, только взирая на Иисуса, только принимая Иисуса и его спасительную жертву, мы можем направить свои энергии в правильное русло. Если бы сила добра была во сто крат сильнее, чтобы привлечь человека ко Христу, то это было бы бесполезно без сотрудничества самого человека. Обратите внимание на эту цитату. То есть не сила Божия, а наш выбор. Будем ли мы сотрудничать с Богом? Все приводится к тому. Греху можно сопротивляться и присвоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества, Духа Святого, который проявляет себя не в видоизмененной энергии, но во всей полноте божественной силой, ощущающей сердце. друзья, я говорю и привожу эти цитаты, что мы поняли одно. Весь разговор об энергии это ноль, если мы не понимаем, что это Дух Святой и присутствие Божие в нашей жизни. Посредством Духа верующий становится причастником Божественного естества. Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу для победы над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями к злу и запечатлению своего характера в Своей Церкви. И поэтому апостол Павел пишет так, «Дающий вам Духа энергирует между вами чудеса посредством наставления веры». Друзья, я верю в чудеса, я видел чудеса, я ожидаю более чудес в своей жизни и в жизни людей вокруг меня. Но это возможно только по вере, когда мы пускаем Духа Святого в свою жизнь, друзья. Во Христе имеет силу вера, энергируемая любовью. И, друзья, поэтому пророки в свое время говорили, что Господь есть наша праведность. и Иеремия цитирует Господа таким образом, «Я приблизил к вам праведность, я не замедлю со спасением, я дам избавление, я одарю вас славой своей». Если вы хотите понять, что такое благодать, это присутствие Божие, это энергия Его Святого Духа в нашей жизни. И если это есть, то вы никогда не будете сомневаться в вашем спасении. Если вы знаете, что Бог Святой в вас, и вы в Его присутствии, и Его благодать, и сила, и энергия, и Дух Святой находятся в вас, то у вас никогда не будет сомнения о том, спасены ли вы. Поэтому в заключение я хочу оставить вот это пожелание для всех вас. Пусть Христос ежедневно проявляется в вас, и Он будет открывать через вас творческую энергию Своих слов, мягкое, убедительное, но могучее влияние, чтобы воссоздать другие души в красоте Господа Бога нашего. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже, много слов прозвучало сегодня вечером, но, Боже, мы желаем, чтобы Дух Твой Святой говорил к нам, чтобы Слово Твое, которое живо в нас, наполняло нас Твоей энергией, Твоим присутствием и Твоей силой, чтобы Слово Твое изменяло нас и дало нам уверенность в нашем спасении, которое только во Христе Иисусе. Боже, измени нас, чтобы из нас исходило доброе влияние Твоей красоты, Твоей любви, Твоей доброты для изменения наших детей, наших близких, наших соседей, чтобы все, кто приходят в соприкосновение с нами, могли соприкоснуться с Твоим присутствием. Аминь.